Вернуть болельщиков на трибуны, работать на результат. Такие задачи ставит новый главный тренер текстильщика Вадим Евсеев. Руководство клуба и многие футболисты с ним уже знакомы. Почти полтора года с июня 2013 по январь 2015 Вадим Евсеев помогал Дмитрию Парфенову на посту старшего тренера красно-черных. По словам Андрея Романова, это назначение в команде восприняли с воодушевлением. Тренировки с новым человеком – это всегда новые эмоции. Многим интересно посмотреть, как мы будем работать с новым тренером. Ожидание всегда новых упражнений, новых заданий. Все это интересно, тем более сейчас все ребята соскучились после продолжительного отпуска по работе, по тренировкам. Сейчас довольно-таки все занимаются серьезно. Переговоры о том, чтобы текстильщик тренировал Евсеев, велись еще летом. Не все верили, что Вадим Валентинович действительно придет. До недавнего времени он был одним из ассистентов Гаджи Гаджиева в клубе премьер-лиги «Амкар». Это очередной мужской такой поступок. Сильного человека, конечно, не ожидали, чтобы покинуть благополучное место в премьер-лиге. С одним из самых больших тренеров российского футбола работал человек. На хорошем счету был. Очень Гаджиев дорожил им. Сделать такой шаг – это в стиле Вадима Валентиновича. Руку большого мастера, подразумевая Гаджи Гаджиева, вместе с которым на протяжении двух лет работал Евсеев, коллеги уже почувствовали. Даже на первых тренировках весь процесс изменился коренным образом. Каждый день команды расписаны практически по часам. До первой игры в начале апреля. Каждый день расписаны. Мы знаем, когда у нас будут выходные, когда мы после сборов отдыхаем и сколько отдыхаем, когда мы ходим в баню и когда мы не ходим в баню. Все расписано. Пока тренер и игроки привыкают друг к другу, показательными для наставника команды станут сборы в Турции. Мы увидим, какую схему будет для наших футболистов. Она приемлема. Играть в прессинг, наоборот отходить. Играть в пять защитников, играть в четыре, играть в два нападающих, играть в три нападающих. То есть это мы увидим на сборах, а уже 9 числа в первой игре мы должны показать хороший, достойный результат и хорошую игру. Ну и опять же повторюсь, надо вернуть ивановских болельщиков на стадион. Вадим Евсеев сообщил, что пока не планирует производить изменения тренерского штаба. По крайней мере, до лета состав, который есть на сегодняшний день, останется неизменным.